Дорогие друзья, братья и сестры, благодарность Богу, что мы можем прийти в воскресный день на это святое место, чтобы сегодня радоваться и веселиться. Христос входит в Иерусалим торжественно. Об этом говорит весь город, об этом говорит вся окрестность Иерусалимская, весь народ, который пришел на праздник и множество собравшихся здесь, они сегодня будут ликовать. Никогда Христос до сих пор еще вот так вот не принимал такое поклонение себе и такого служения, но сегодня это произойдет. Друзья, сегодня народ видит царя, входящего в город, едущего на молодом осленке, на которого еще никто никогда не садился. Дорогие друзья, в этом дне вербного воскресенья исполняется ряд пророчеств, о которых было сказано заранее. И сегодня Бог хочет миру показать. Агнец избран, и он идет по своему назначению, и он придет, чтобы совершить жертвое искупление. Но этот народ не знает ничего об этом. Об этом знает только сам Иисус Христос, который идет. И пророки, и мы знаем, что говорилось о том, что все царь твой грядет. Мы прочитаем, это записано в Евангелии от Матфея. Христос говорит и от двоих учеников посылает особо. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Ифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двоих учеников. Сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с ними, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет что-нибудь, вам отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Се же было сие да сбудется, реченное через пророка, который говорит, скажите, щели Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне и подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Иисус. Несколько сот лет Израиль привязывает этого осленка. И сегодня совершилось, что нашелся предъявитель на этого осленка. Он пришел, и он востребован, и мы видим, что люди, другие евангелисты пишут, что люди спрашивали, зачем отвязываете, зачем вы берете, он надобен Господу, и больше нет ни слова вопросов. Они берут его, они берут его и ведут его к Иисусу, этого осленка. Дорогие друзья, Христос не входил ни на каких боевых колесницах, не входил на лошадях, не приходил с таким воинством, не приходил с таком великолепии, в котором любят переходить сегодня цари земные, перед которыми расстилают красные дорожки, которые выбирают место, где им встретиться, на земном шаре, где им будут рады, где будут о них много говорить и писать. Он идет на осленке. Дорогие друзья, но в русском наречии слово осел, оно звучит не очень, так скажем, хорошо. Если человека называют этим именем нарицательным, то человек понимает, что он глупый, упрямый и другие. Но не так было тогда. Вообще осел это было мирное, и это было царское животное. Были особые такие ослы, на которых ездили только цари. И такой осленок был и у царя Давида, и у царя Соломона был, и он шел на царство, не на таком осленке, когда его поцарял Давид, своего сына Соломона на царство. И сегодня он потребовался Господу. И вот на таком кротком осле без военного клича он идет, и вот эта толпа начинает его благословлять, словословить. Это исполняется, дорогие друзья, и мы видим, что люди постилают свои одежды. Одежда тогда имела большую ценность, нежели сейчас, когда у нас несколько гардеробов, и мы мучаемся над тем, что же нам сегодня одеть. Так и происходит часто, если даже там всего 2 или 3 одежды, надо же выбирать. Друзья, они снимали единственную свою одежду и постилали под осленком. Но бедные люди, которые не могли этого, даже этого сделать, они срезали веточки пальмы, пальмовые листья, и бросали это животное, на котором восседал Иисус. И весь город пришел в движение, и все говорили, кто это? Кто это? Вы слышали? Он исцелил Лазаря. Лазарь был несколько дней уже в могиле, и это произошло, и мы были тому свидетели. А мы были свидетели того, что принесли в пустыне ему, когда он нас накормил 5 тысяч столько мужей, ему принесли только 5 хлебов и 2 рыбки. Мы видели это своими глазами. Ему принесли, он помолился, ученики понесли раздавать. Мы все ели, мы все насытились, и они еще собрали потом 12 коробов. Мы этого свидетели. И после этого события люди эти хотели прийти тайно, взять его и помазать на царство, воцарить Христа. Нам нужен такой царь. Царь, который может в пустыне накормить народ, он может решить продовольственную проблему, ему не нужны рефрижераторы, ему не нужны никакие повозки, он это может сделать, он может исцелять, он может лечить, он может воскрешать, он может кормить благословен грядущий во имя Господня. И многие по незнанию, а вот детки и ученики Христа, будущие апостолы, они восклицали отца на сыну Давиду. И в этом исполнялось пророчество. Об этом было сказано и написано. За много сот лет. И это исполняется сегодня, дорогие друзья. Народ идет, радуется и ликует. Мне всегда было непонятно, почему от вот этого торжественного въезда, входа Христа в Иерусалим, до распятия, всего пять коротких дней. Как может поменяться настроение народа? Как может поменяться вот эта мысль? Как можно здесь что-то привить и насадить другое? Эта толпа будет кричать, распни! Через пять дней. Сегодня она кричит, аллилуйя! Асана, сыну Давиду! Благословен грядущий во имя Господне! Дорогие друзья, почему Христос принял эту хвалу? Книжники и фарисеи, видя, что происходит, то, на что они никак не могут повлиять, им это очень не нравилось. Им это очень не нравилось, и они на детей говорят, запрети им! Запретите? Ты им запрети! Что они такое говорят? Дорогие друзья, они были с этим не согласны. Их сердца этому противились. Мы видим, что они находились в полной противоположности всему соображаться народу, этим детям и Христосам. Говорит, разве вы не знаете? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу! Он им прямо цитирует Священное Писание. Подумайте, вспомните, вы читаете, вы учите народ. Это звучало! Это вы читали сами в храме. Сегодня это исполняется. Запрети им! Запрети им! Дорогие друзья, но Христос, о котором пророк Исаия говорит такие слова, что он идет и трости надломленной не переломит, льна курящего не угасит и будет совершать суд поистине. Друзья дорогие, посмотрите, эти слова трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Вот эта трость, которая колеблется на ветру, высохшая в теле, которую запивает ветер, и она еще надломлена, а он ее не переломит. Это великая кротость этого агнца, который не возопьет, не даст услышать его голоса на улицах. Он идет в полном смирении. Дорогие друзья, слово надломленный имеет несколько значений. Оно означает страдающий, убитый горем, испытывающий чувство обиды, опечаленный не сбывшимися ожиданиями. И вот такие люди, вот такие души окружали сегодня Христа надломленные, надломленные духом. Но сегодня у них есть надежда. Сегодня идет тот, который может все. И мы в этом свидетели, и мы это видели, и мы в это поверили. Но этого не хватит надолго. Дорогие друзья, кроткий Иисус идет, и он не идет решать проблему, он не идет во дворец к Пилату, к римскому наместнику, он не идет решать политические вопросы и говорит, что надо снизить или вообще отменить дань и пошлины Риму. Он ничего этого не говорит. Он не идет во двор первосвященника. Дорогие друзья, он отправляется в храм. Он отправляется в храм в великом смирении. Приходит туда и что здесь происходит? 12 стих прочитаем. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков из камьи продающих голубей и говорил им, написано «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Другой евангелист пишет, что он взял бич и тут не только опрокидывал столы, но доставалось и менялом, доставалось и продавалом. Сегодня у них была такая эйфория. Сегодня дети первосвященника Каиафы и его тесте Анны, родственники, они имели прекрасную возможность зарабатывать. Нельзя было принести в жертву ягненка обыкновенного, купить его у своих родственников, которые живут в окрестностях Иерусалима или в городе Иерусалиме. Нельзя было купить на рынке, а нужно было купить только здесь у этих людей, которые сегодня, в этом году имели такую прекрасную возможность заработать. И они туда привели много ягнят, которые только их можно было принести в жертву. Они были без пятна и порока по пониманию этой комиссии. И ты не мог взять другого за другие деньги. И купить его нужно было за еврейские деньги. И все другие деньги надо было менять. Вот перед этим сидели менялы и все валюты мира. Такой вот был банк небольшой, валютный обменный пункт, куда приносили все денежки и евреи уже сколько там заблагорассудится, там вывески неоновые не горели по курсу еврейской монете. И это происходило. И на их лицах была радость. Они зарабатывали. Какой прекрасный день. И вот ссыпая эти монеты и другие сортируя в другие стороны и звон монет слышится, а там слышится бление этих вот ягнят, которые сегодня должны быть все проданы эксклюзивно, потому что не каждый мог там продать ягненка. Дорогие друзья, и Христос это увидел. Вы когда-нибудь видели Христа таким? с бичом? Женщина робко прикоснулась сзади к краю одежды, испугалась. Кто прикоснулся ко мне? Строгий голос Христа. Женщина понимает, что не может укрыться. она открывает себя. Дорогие друзья, но Христос говорит с ней милостиво. Он указывает на ее веру. Он говорит, что она правильно поступила. А этих людей он сегодня наказывает бичом. Он их опрокидывает, он их выметает из храма. Все, мы видим, что к нему приступили, к нему хромые, слепые, и он исцелил их всех. Дорогие друзья, велика милость его. Вот эти люди, которые пришли со своими, которые были поистине надломлены, они не боялись Христа. Они не боялись того, что в его руке бич сегодня сплетенный. Они подошли к нему и получили каждый, кто с чем пришел. Каждый, кто что хотел. Исцеление, кто от хромоты, кто от слепоты. Написано, что всех, всех, все получили частичку милости Божией. Дорогие друзья, сегодня Христос входит торжественно в Иерусалим. Никто не знает из окружающих, но он идет как агнец мира. Это избранный агнец, беспятная порока, который покорно идет. Он знает, что он будет через несколько дней распит этой толпой. Он знает прекрасно, как поменяется мнение этих людей. Дорогие друзья, почему он принимает эту хвалу? Потому что ортодоксальные евреи и сегодня они сегодня, я видел этих людей, которые приезжают там на служение, они приходят с такими завитыми косичками в таких шляпах молиться, и они говорят, Христос еще не приходил. Мы его ждем. Наши отцы, наши фарисеи и первосочинники, они не могли его распять. Мы ждем, пришествие Христа только будет еще. Мы не могли его распять. И вот это было свидетельство всему миру, всему городу, всему народу израильскому, что это в город входит Сын Божий Иисус Христос, агнец мира, агнец, который будет заклан за всех нас. И это не было теперь, этому нужна была огласка. Эта огласка нужна была для этих книжников, священников, первосвященников, фарисеев, книжников, чтобы они видели, кто сегодня. Но мы видим, что когда Иисус приблизился к спуску с горы Елеонской, Он, глядя на этот город, заплакал. Иерусалим, Иерусалим, избивающий, избивающий пророков всех посланных к тебе. О, если бы ты сегодня узнал день посещения твоего, несмотря на весь этот шум, несмотря на весь этот праздник, он не был узнан, он не был принят. Дорогой друг, сегодня такое благоприятное время, сегодня тоже Христос входит в Иерусалим образно, сегодня торжествуют оркестры, дети поют, детские хоры славят имя Господне. Что мы можем постелить под ноги входящему в город Иерусалим Агнцу Мира? У нас нет возможности срезать пальмовой ветви, Ему не нужны сегодня наши вербные веточки, не нужны сегодня наши одежды. Дорогие друзья, давайте сегодня отдадим тому, кто торжественно шествует наши сердца, постелим их пред ногами этого великого, грядущего, идущего прославить Бога, исполнить Его волю и совершить наше искупление. Мы можем гордые сердца, сердца, которые говорят запрети им, запрети им, замолкните. Эти сердца не были, не участвовали в этом. Давайте сегодня отдадим свои сердца, свою внутренность, свою душу тому, кто идет, чтобы принести нам столь необходимое, столь драгоценное прощение и спасение от грехов. Аминь.